Всем привет дорогие друзья. Сегодня я готовлю суп за грибами с морщиками. Меня угостили вот такие грибочки. Они сушеные. Я сейчас заморчила в кипятке. Перед этим конечно промыла три раза. Я не специалист. Подвидные вопросы. Посмотрела, так кончила в интернете. Но делаю свой супчик по своему собственному рецепту. Вот так смотрятся эти грибы. Угостили нас друзья, которые собирали их собственноручно. В местности Орегона и Вашингтона точно не знаю где. Вот такие они грибочки. Очень у них приятный вкус. Я думаю будет очень вкусно супчики. И я жарю лук в растопленном топленом маке. Грибы стоят замоченные пока в кипятке. Так, я приготовила картошечку порезала. Стебли сельдерея. Одно колечко перца сладкого. Приготовила помидора. Кинза у меня тут зелень. И приготовила крупу. Вот я ее предварительно замочила тоже. Вот такая крупа. У нее очень много протеина. Мы попробуем помешать. Помидорку я мелко порезала. Лучше конечно ее почистить. Но я поленилась. Тем более она у меня такая мягкая была. И я не стала уже ее кидать в кипяток. Так, сейчас я ее положу в лук. Обжарится вместе с луком. Сюда же я отправила перчик. И стебли сельдерея мелко порезала. Замоченную крупу я тоже промыла и откинула на сито. И я кладу ее тоже в замоченные грибы. Пока постоят вместе. Овощи у меня утушились. Немножко стали помягче. Я просто добавила сюда порезанную кинзу. Закрою крышкой и выключу. Пусть стоит до того, как я буду готова положить это в грибы. Можно конечно готовить на мясном бульоне. Но я решила не перебивать вкус и запах грибов с запахом мяса. Грибы должны быть замочены в кипятке примерно в течение часа. Но я не держала так долго. Потому что они у меня были уже промыты и замочены немножечко раньше. Просто в холодной воде. И я надеюсь, что когда сготовятся они тоже будут нормальные. Сейчас я включила уже подогревать опять кипящую воду до состояния кипения. Кипяченая вернее уже. И добавлю картошку. Также я приготовила соль, перец и сметану. Забыла сказать, что после замачивания грибы необходимо бульон процедить. И творить грибы, если они у вас достаточно крупные, на средние такие кусочки. Итак, доводим до кипения. Убавляем огонь. Выкрываем крышку и даем кипеть картофелю до 15 минут. До мягкости. Я думаю, что где-то минут 5-7 будет достаточно. Так, картошка и крупа у нас уже практически готовы. Поэтому я сейчас добавлю овощи, которые я уже подготовила и вам показывала. В общую кастрюльку. Добавляем соли и перчика. Вот так вот у нас получился такой густой овощно-грибной супчик. Дадим ему покипеть вместе минуты 3. И добавим сюда сметану. Просто можно добавить сливки, но так как у меня сливок нет, я добавлю сметану. Наверное, можно побольше. Хлеб побольше можно добавить прямо в тарелочку. Я подаю его с хлебом из тостер. Приятного аппетита!